...больше сегодня, плохого или хорошего в телевизионной журналистике? Хорошего больше. Я думаю, что я мог бы на этом закончить, так как вопрос длился несколько длиннее ответа, я с вашего ощущения продолжу. Дело в том, что даже в те времена спорт, телевизионная часть его, телевизионная версия, это была единственная область телевидения, которая обязана была конкурировать со всем миром. Например, мы там проводим чемпионат мира. Мы должны его делать не хуже, чем американцы, немцы, японцы, по любому виду спорта. Поэтому нас не раз посылали за рубеж, мы смотрели различные материалы. Эта речь касалась, прежде всего, картинки. Количество камер, количество повторов, количество спецэффектов, количество различных элементов, движение камеры, рельсы, краны и так далее. Расстановка камер, новые идеи в показе того или другого вида спорта. Вот это обязательная конкуренция была. И я должен поблагодарить советскую власть, потому что мне лично давали такую возможность на различных чемпионатах что-то придумывать. И если говорить тогда, скажем, об Иваницком, как олимпийском чемпионе, главном редакторе, гостей и радио, было одно только телевидение. Вот. То задача была очень простой. Перед каждым крупным событием, будь это там хоккей, да, тут нет приза известий, которые тоже транслируются на весь мир. Мы обязаны знать, чем мы превзойдем вот всех наших конкурентов. И, ну, я родился в 1936 году, я, значит, военный мальчик. И репортажи 1945 года, когда Синявский фантастически действительно рассказывал о том, как играла московская «Динамо» в Англии, способствовало вот этому ощущению, что мы, в общем, родились для того, чтобы побеждать, тем более после войны. Скажу откровенно, это действительно имело огромное значение для всех мальчишек, но, наверное, для девчонок тоже, но мы с ними дела не имели тогда, значит. Вот. Гоняли футбол, ну, так воспитывались по-мужски, скажем так. И поэтому вот эта часть, она осталась, вероятно, такой же и сейчас, но в связи с тем, что стало много каналов, и каждый канал обладает различными техническими возможностями, различными материальными возможностями, то тут были некоторые провалы или некоторые подъемы. Ну, я могу сказать, что, например, на Олимпиаде в Москве 80-го года, ну, если по положению там плавания показывало там 4, максимум 5 камер, то у нас их показывало тогда 12. Я буду включать подводные камеры, постановка камер была совершенно иной. Ну, если, например, оператор не имел права находиться в зоне старта, а потому что это топпинговая зона, вы можете там что-то помочь спортсмену, вы понимаете, это непростая история, то надо сказать, на все наши письменные тогда просьбы разрешить нам эту расстановку, мы получали ответ отрицательный. И конкретно пришлось решить эту проблему с помощью великого Байцеховского, который был президентом федерации. Это очень важно, чтобы журналисты и вся команда, руководил бригадой Орлов, кстати говоря, вот Кирилл довольно много работал там, он, вероятно, расскажет поинтереснее, чем я, но если говорить так, то я просто вот нарисовал на бумаге те планы, вот там, брас или бутерфляй, вот здесь торцевая камера, супер крупный план, должны быть глаза там, да, значит, или там плывет от себя, тоже сумасшедшие, тогда немцы очень, немки хорошо плавали, здорово. И была определенная концепция, это преодоление, и с тех пор, например, вот мы включили тогда планы, там, старт, обычно старт на общем плане, ну, нурнул и поплыл. У нас были обязательно супер крупные планы, там, подготовка, что давало комментатору интересные возможности рассказать о психологическом состоянии. Затем общий план, естественно, все ныряет, моментальный переход в воду, и был великолепный звукорежиссер, представляете, вот этот стадион, полный стадион, вну, вну, вода, они вылиривают и снова, аааааа, такой крик. И все это вместе создавало, конечно, другое ощущение, атмосферу борьбы. Я не буду говорить об остальных элементах. Могу вам сказать, что там был американец, у нас тогда плохие отношения были с Америкой, но с отдельными американцами хорошие. Я показал ему, вице-президент федерации. Ему понравилось, он взял это и подписал. На этом вопрос закончился. Я привожу как пример. Кстати говоря, были доносы, это забавно. Я просто вспоминаю, как начальник генерала, естественно, по безопасности вызвал, сказал, у вас подводная камера и подводный микрофон. Вы знаете, подводный микрофон надо убрать, как раз, который давал вот этот шум. Почему? Он у меня есть в концепции. Ну, там ток может быть. Знаете, у спортсмена может быть травма. Я говорю, я не знаю источник информации, но вы напишите, пожалуйста, чтобы это было обосновано. Я, как бывший инженер, могу сказать, что это слаботочное, ничего не может быть. Вот. Ну, значит, посмотрел, но была такая бумажка. Я к чему это говорю? Потому что борьба за картинку происходит всегда. На стадионе проложить эти кабели, охранять их, чтобы никто не проколол и так далее. Я мог приводить много разных примеров. Чемпионат мира, там, у Севальгола 78-го года, или Чемпионат Европы по фигурному катанию, когда мы впервые ввели на повтор тренера. То есть, вот делает там 3,5 оборотов, тогда больше не прыгали, да? Ну, понятно, он падает или не падает. И впервые тогда ввели на повтор тренера, который, ах, хватался за голову. Вот тогда мы были первым, за что мы получили так большую бутылку виски знаменитого канадского великого продюсера Мойера, господина. Вот. Я просто сейчас говорю к тому, что совместная работа режиссера, операторов и комментаторов – это обязательное условие успеха. И любой журналист, и любой комментатор, ну, вот здесь, значит, Кирилл, как наиболее, так сказать, близкий по духу человек, который очень много отработал, естественно, прекрасно понимает, что выигрыш комментатора – это крупный план, прежде всего, когда нет события, с которым конкурируешь, где надо следить, вы понимаете, да? И вы тоже это прекрасно знаете. И ваш юмор, остроумие, информация, насыщенность. Репортаж мы всегда определяли как политика, экономика, культура, наука, личная жизнь. Некоторые говорили секс. Почему-то это более красиво так звучит. Там жена, любовница, дети. Другое дело, что эта информация может быть очень короткой, совершенно случайной. Но зритель сегодня готов ко всему. Естественно, спорт, СО, отдельными вещами – психология, техника, технология. И когда комментатор, так, к сожалению, тоже бывает, просто говорит – мяч налево, мяч направо, хороший удар, плохой удар, то это хорошо, если это ведет Тиле, или вел бы репортаж Аршавин, или даже Юрий Морозов, потому что его мнение действительно интересует. Мнение человека, или там Геннадия Арбов, который играл в футбол, или Володя Маслаченко, как говорят, царство небесное. А мнение просто журналиста менее интересно, скажем, даже если он говорит это очень хорошо. Поэтому я просто убежден, что репортаж современный, на примере многих лучших комментариев, мы видим, он должен быть действительно, как вы совершенно правильно сказали, насыщен той информацией, которую ждет от тебя зритель. Не только в области спорта, но это должно быть очень точно дозировано. Спасибо огромное. Я...